Ну что ж, друзья, возвращаемся и продолжаем. Комплекс C-Gaming против Тима Ихак. Первый матч Best of 2 Джонидотом на Джипер Лиге первого сезона. Ну и что мы видим? Банни, Джаггернаут, Веншфо Спирит, Клокерк, Акс, Ничен. Бэтрайдер, Скайротмак, первые два пика для комплексы. Снайпер первым пиком зашел для Ихак. И к нему добрали Эр Шейкера. Американский дивизион. Стоит нам помнить. По два стендена с обеих старт. Три даже стендена со стороны команды Ихак. Но посмотрим, что здесь будет происходить, тем не менее. Шторма обайнд комплексти. Стенден, Явар. Я так понимаю, это брат Сумаил, если мне не изменяет память. Посмотрим, как себя покажет. Насколько я помню, он играет тоже достаточно неплохо, насколько я мог судить по стримам. Ин-хаус лиги американской. Так, ну и резерв здесь идет у Ихак. Снайпер с Ир Шейкером они показали. Посмотрим, есть ли какая-то задумка здесь, что будет собираться вокруг этого снайпера, как будто обезопасность. Учитывая, что есть Бэтрайдер, учитывая, что... За снайпером будет вестись охота, надо будет снайпер действительно как-то цевить, надо будет играть им аккуратнее. Но пока последний банн надо сообразить. Комплексы пока что показали только своего файнера с саппортом, поэтому добирать здесь могут все что угодно. Ихак задумались. Признался, давненько не смотрел за американской ДОТ. Пока что, по-моему, это первый матч американской дивизионной МНЖ про лиги. Обычно у меня с расписанием все-таки не совпадало. Как-то я даже думал, совсем не стоит экстремиться, учитывая, что не всегда я попадаю и как-то то утром, то днем, то в 3 часа ночи у нас играли по Москве, то азиатские игры тоже там где-то в районе обеда. Ну, раз попали, дайте разбираться, что у них здесь происходит, какие тренды в Америке тоже довольно любопытны. Бремастер, оба не ты как? Именно 45 в комплекте. Банят Энн Даззл, у них пиерпик сразу же после этого бана. Пора добирать. Саппорт нужен в передачу к сковороду. Эршекеры отобрали уже и хак. Не дает очевидную комбинацию. Ну и по-моему, это надо еще кого-то мид, надо, соответственно, брать кого-то, кто будет фармить. Хотелось брать героя, который будет впрыгивать на снайпера Прямо-Ткебе. Посмотрим, появится ли Фантом Ассайзин. Ну, возможно. Достаточно просто какого-то тимфайт героя, который будет просто сдувать снайпера. Батарая дружа есть. Посмотрим, насколько быстро появится Блинк. Снайпера можно пытаться убивать в ранней игре. Ну и все-таки надо понимать, что по имени снайпера и хак будут собираясь, сколачиваясь вокруг него мощные какие-то тимфайт герои должны появляться. Не должны появляться люди, которые должны бежать вперед снайпера. Вот она, Квин оф Пейн, тот самый герой, который будет просто сдувать снайпера. Собственно, на нее я и намекал. Ну и хак пора показывать, кто у них будет в плане тимфайт потенциалом. Большой вопрос, куда отправится снайпера. То есть, стоит ли его водить на мид, фармить против Квин оф Пейн. В ранней игре, конечно, может он вкачать просто и Квин, а стоять от нее подальше, чтобы она не забрасывала дегерами и хоросила. Но достаточно будет перевести одного саппорта. То есть, даже в Смоке придется ковротмак, а снайперу можно в мокрое место не оставить. И это будет задача для Эрд Шейкера. Эрд Шейкер должен будет крутиться вокруг Квинда, начинает чуть ли не минут с трети пятой. Одним словом, в первую ночь. Леон для Эрд Шейкер. Очень серьезная пара саппортов. Огромное количество контроля, огромное количество урона. Чейн Дизейблы будут очень неприятные для Квин оф Пейн. Поэтому надо будет играть очень аккуратно. На комплекте все еще нужен один саппорт, и пора показывать своего кэри наконец. Достаточно худые герои у них, кстати, стоит отметить. Скавротмак, Квин оф Пейн. Снайпера, если разгонится неожиданно по фарму, если дадут им прикрытие, он будет просто расстреливаться в тимфайте. То есть, если зайти, то прям кипят на пять драка. Надо будет уплотняться. В частности, задача для Квин оф Пейн. Посмотрим, появится ли у ней что-то на этот повод. Появится ли ранний Блэкин Бар. Ранее гоним, возможно, даже. Так, ну кого с контролем? Рубик напрашивается. Учитывая, что фиссуру воровать можно. Но Рубик нам уже в прошлом матче пока появляется Вайпер. Пытаюсь я понять, как это будет работать. Это может быть очень жадный драфт с одним саппортом. Но учитывая, что это один саппорт и это Скавротмак, звучит это не очень здорово. Пытаюсь я продумать схему, при которой выход в лейтгейм был бы для комплекции очень приятен с Вайпером. Но без еще одного рейткликера, мне кажется, это маловероятно. То есть, похоже, какой-то боевой суперлайн, я бы хотела собрать комплекции и драться, 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 просто убивать снайпера. Напрыгать на него, нападать, заплевывать, чтобы все эти рейткликеры потенциала не имели вообще ничего. Скажем так, не то, что совсем не имели... Господи, запутался, все, проблема. Наш глядь язык уже не работает. Ну, в общем, суть такова, что у Вайхак есть лейтгейм потенциал, в комплекции есть Вайпер, который может расформиться, конечно, очень серьезно. Есть Квин оф Пейн, который может тоже расформиться, может выполнять даже роль семикэрри. Могут появляться слоты для рейткликов, слоты какие-то для убийств каких-то людей определенных. В частности, вокруг снайпера они только будут играть. Посмотрим, появятся ли у Квин оф Пейн контроли какие-то, появятся ли прям-таки что-то вплоть до Кирасы. То есть здесь могут быть интересные решения по слотам именно. 10 секунд, у Вайхак. Никс. Против Бэтрайдера, против Квин оф Пейн. Возможно, и против Вайпера. То есть огромное количество героев, которые наносят его ирон. Никс, соответственно, будет в тимфайте всех притормаживать, всех замедлять спать корпусом, ну и, соответственно, выслеживать, ману выжигать. Никс плюс Леон плюс Арт Шейкер. Очень неприятные троицы, которые каждый раз могут выходить и каждый раз будут кого-то убивать. У всех троих рано или поздно появится Блинк. Не до снайпера они будут явно мешать добираться. То есть Блэкин Баррой придется как Вайпера, так и Квин оф Пейн собирать очень рано. Медуза банит комплексити. Не хотят втыкаться прямо-таки в лейтгейм. Понятно, что снайпер в лейтгейме, если отфармиться, будет стрелять очень больно, но снайпер все-таки проблема решаема. То есть его один раз подцепил, один раз убил, и вот вроде бы уже все здорово. Энигма, банит и хак. Ну и последний пик для комплексити. Все еще нужно, один саппорт какой-то. Чем в бане Энигма в бане, видно, что джанглеров спасались и хак. Мне должен признать, пока что... Должен, кстати сказать, драфт и хак мне нравятся чуть больше, в основном из-за того, что... Чуть более мидгеймовый и... Безальтернативный, скажем так, вариант для комплекса. Вот появляется Блоттикер. Вот это уже интересно. То есть все-таки джадный драфт с одним саппортом, Блоттикер будет джанглить, Вайпер будет фармить, Квин оф Пейн будет фармить Бэтрайдер. Насколько быстро Блинк появится, большой вопрос. Учитывая, что лес может занимать Блоттикер, Но я думаю, они поделят все-таки. То есть здесь, похоже, будет гонка по фарму у нас в этой игре. И в таком случае у комплекса действительно появляется огромное преимущество уже под рафт. То есть Тим и Хак нужен еще один. Еще один кэри. Снайпер убивать будет не проблема. Вот, появляется Разорву, теперь уже... Проблема вроде бы решена. Теперь уже вопрос будет в исполнении. Насколько быстро появятся Блинки. Эршейкер, Леон, Никс Ассайсин с одной стороны, Бэтрайдер с другой. Насколько быстро Блокимбара появится Квин оф Пейн у Вайпера. Ну и соответственно, как Блоттикер будет себя показывать. Блоттикер джанглить, чем мы уже видели от NIP. Отыграл он просто отлично. Блоттикер они брали против Ликана. Блоттикер просто ультимейт выдавал. На Ликан, Ликан выбегал просто насмерть. Убивался. И поехали, смотрим. Страна Рейдент и Хак. Инфинити на миде пойдет на Снайпер. МД будет на Аниксе. Резал. Леон. Явар. Разор. Разор в мид все-таки выводит. Ботинком удали. Ну, против Вайпера там постоишь своим... Хотя, запуленный Снайпер. То есть здесь большой вопрос. Только куда еще? Ну и Джонни не будет играть на Аиршейкере. Так, ну и здесь. Страна комплекса. Стенды на X-Майк на Бетрайдере. Пошел уже, получил плюшку от Рошана. Блокирует второй пул. Обычно он сам себе делает пул. Он обычно сам цепляет крипов. За X-Майк меня наблюдал за его Бетрайдером. Так, ну и дальше здесь кто? Лимб будет играть на Queen of Pain. Товарищ с ником Рима. Стенды на Сковоротмаге. Зифрик будет на Блотикере. Ну и Свиндл Меланс на Вайпере. Здесь неожиданно чуть ли не 5-мен ганг. Забегает в лес. Блокирует с Хардкемп. Нельзя здесь давать Блотикеру развернуться. Вардом прекрасно. Всех видели? То есть смок не нажимали. Хоть и есть смок у Леона. Ну и Вайпер ставит паузу. Вылетает. Надеюсь, не будут у нас здесь технические проблемы большие. Но пока что вот отвалился. Спрятался я X-Майк как-то. Он совсем прям спрятался. Информация у меня есть, что в лесу там все вроде бы... Похоже, есть у него какой-то план. Пауза отжали. Отпул блокируется с Энтри Вардом. Ну и уходит. Задача выполнена. Лейхак, то есть задача заблокировать кэмпы. Стоял. Есть еще один Сэнтри. Но еще один кэмп не стал блокировать. Леон Сэнтри Вард себе оставил. На случай, если надо будет снизу как-то помогать. Снизу кэмпы разблокировать. Разбираясь ровно. Снайпер Блотикером. Крипов старается блокировать Queen of Pain. Queen of Pain. Получает неплохой блок. Здесь помогает Леон, конечно. Но снайпер остается без блока. Рашид вперед успевает ранжевого крипа вывести. Кстати, не так плохо получилось. Ранжевого крипа погибает. И в итоге у снайперов все равно есть преимущество небольшое в этом плане. Лейн будет отпушиться. Сразу же получается шедоустрайк. Пока что нет у него рейнжа. И хэдшот скачан. Вот это он даже прокнул с первого раза. Здесь надо будет снайпер аккуратнее отыгрывать. Видно, что танк запулит. Тем не менее, накупил себе на максимум регена. Здесь надо будет ему просто выживать. Queen of Pain в принципе можно было на топ ставить. Но ни к чему. То есть, что вайпер, что Queen of Pain одинаково неприятные товарищи для снайпера. Queen of Pain, пожалуй, все-таки понеприятнее. И нервный контролить удобнее. И на снайпера на лицо надо прыгать в случае чего. Поэтому вайпер здесь должен фармить. И фармит он против Никса. Точнее, Никс против Никс стоит. Никса начинает обрабатывать здесь уже. Нажимает сковород. Сверхом болты на него. Левом параллельно гоняет точно так же батарайдер. Аксмайк пострадал уже очень серьезно. Там одно танго у него всего лишь осталось. Видно, что Лена свою задачу выполняет. Батарайдер как бы сейчас на базу не вынужден был лететь. Пока что пошел смотреть, что там с Атпулом будет происходить. Ну, его там встречают. А снайпер, кстати, очень серьезно пострадал. Здесь борьба у них была, похоже, до последнего. До конца прилетает даже с Афейной МЖВ и выбивает. А вот и это Кин оф Пейн. Никс, Никс и побежал. Битва не на жизнь, а на смерть. То есть победил Кин оф Пейн. Все-таки напрыгнул она в лицо. У них второй шедострайк. Снайпер, пока у него нет рейнджа, все-таки подставляется под шедострайк. И видно, что поплатился за это. Ну и Кин оф Пейн сама платилась за свою агрессию. Неожиданно у Никса оказался телепорт. Который вроде бы оффлайнера, но готов перебегать. Стоит отдать ему должное. Тоже самое аэршейкер телепорта не имеет. Ему надо будет крутиться. Сейчас скоро вокруг меда ходить, все-таки помогать. Есть ли она? Идет и сбивает просто Аксмайк. Он его сейчас на базу прогонит. Аблатикер джанглит. В лес вернуться бы Трайдер просто не может. Потому что тогда Аблатикеру будет негде фармить. И как бы сейчас в комплексе не стали заложниками своего жадного драфта. Аксмайку некуда больше деваться, кроме как на лейн. То есть можно, конечно, здесь просто в Firefly пролететь. Как-то пытаться здесь получать опыт аккуратно. Но это уж совсем прям-таки крайности. Пошел посмотрел, нашел волка и волка начинает фармить. Рядом Леон, рядом Шейкер. Стандарь в Аксмайк. Вот только не подцепить его теперь Леону. То есть немножко подфармил все-таки. Ну и довольно улетает. Приходится фармить вражеский лес, раз свой лес фармится. Ну теперь уже только на базу. Лим продолжает обрабатывать снайпера. Обрабатывает очень серьезно. То есть Шапнейв прыгает им все-таки тем не менее на лицо. И давай его сбивать. У этого осталось два танга. Есть ботинок теперь. Ну видно, что Queen of Fame ведет себя очень агрессивно. Пока что контрганг телепортов. Давайте посмотрим. Да, Шейкер сходил, купил себе телепорт. То есть если что прилетал бы. Но снайперу нужно бежать на базу. И каждый раз так будет происходить. Queen of Fame не жалко тратить манну такое. То есть приходит снайпер на лейн, получает шедострек, получает скрем оф фейн. Не обязательно даже прям-таки подставляться. То есть на фулкп можно делать. Поддавить не обязательно. Снайпера размягчил. Он каждый раз так будет на базу бегать. 80 хитов у снайпера. Возвращается наобратно. Здесь, кстати, находит Никса. Подумал, он нажал свой карпес. И улетает. Собственно, поэтому и был у него телепорт так рано, что смекнул, что станок нет просто. Так. Не видим, Шейкер. Лимб подумал, что это здесь снайпер так смело себя ведет, а оказалось, что Эр Шейкер рядом. И добивается руки просто. Блинк вставлял Лимб, то есть он пешком набегал на снайпера. Эр Шейкер, тем не менее, все испортил. Разгоняйся, Блотикер. Пассивка своей. Четвертый уровень Блотикер. Ну и говорил я уже в прошлый раз, когда Эр Найп его брали, что Блотикер все-таки джанглищ. И с тех пор поменяли мы сплы. Джанглик, то он очень быстро, очень эффективно. Так. Комплексы. МГ, видите, обрабатывал. Правда, снайпер начинает пострелить. Прилетает еще Эр Шейкер, дает фиссуру. Квин оф Пейн. Без блинка. Приходит Зифрит. Дал свой огромный красный сайленс. Но как-то разбежались. Ультимейт есть в Квин оф Пейн, то есть можно попробовать сейчас кого-то прям таки бурстануть. Сейчас снайпер напрашивается, вот он опять вернулся. И опять хочется вроде, но я думаю Эр Шейкер сейчас будет просто рядом сидеть. Либо Никс. Видно, что поделили все-таки лес, а Эр Шейкер получил себе спот. Серьезно здесь все засталкнул и готов фармить. Ну, кстати, снайпер, что я получил, просто стрелил в упор в Квин оф Пейн. Наполам, похоже, что это на снайпер. Ультимейт нажать не нажал. Рядом был Никс, судя по всему. Ну, Никс не зря сидел. Подсиживал. Медалл сделает Эрвар. Активно расчищаются скрипы. Время ломать твой раз, судя по всему. Так, ставится пауза. Ладно, давайте смотреть, когда по Нетворсу у Вайпера все просто замечательно. Ботинок пока что у него Рейнгл Базиллс. 1600 у него имеется. Посмотрим, будет ли у него Медас здесь. Но, наверное, не стоит Вайпера покупать Медас. Наверное, все-таки хотелось бы ему драться. Снайпер. Фейсбуц имеет, тем не менее, в середине списка он по Нетворсу. Блотикер джанглища его даже обгоняет. Блотикеры, в принципе, дела идут неплохо. Ну, я думаю, Зифрик. У него ультимейт появился. Пока что мана, правда, не хватает. Но сейчас на Тикке можно будет даже куда-то перебежать. Ультимейт на кого-то поражать. Другая проблема для комплекса, что теряет Аньтауэр. Аньтауэр хотелось бы дефать. Этим занимается пока что Скавератмак, но... Не думаю, что это поможет. Одного крипа не подцепил, и крип в итоге все протанковал. Пушка Айвар добивает. Делать себе стайки снайпер. Возвращается обратно в мид. Видно, что боится он Queen of Pain. Тейкэм пока что на единичку вкачан Макса Шатнель. Никс пока обратно на топ. Надо здесь получать скорее свою вендетту. Без ультимейта он все-таки не настолько полезен, не настолько эффективен. Но все-таки мидас покупает вайпер. Вайпер понимает, что игра может затянуться, и фарм пригодится. Пока что ему не требуется никуда перемещаться. Полноценные тимфайты тоже вроде бы не намечаются. То есть ранние какие-то меки, судя по всему, здесь. Не самый приоритет. Так, смог. Третий лавел Леон, третий лавел Шекер. Вард здесь поставили. И задача попробовать убить Queen of Pain. Здесь ответный вард ставит теперь Скайвер от Мак. И заход на саму Queen of Pain. Тафф прыгает, трассит Блинк. Сразу же получает Хекс. Рядом Скайвер от Мак должен помогать. Сайленсу дает Эр Шекер. Но тем не менее лимпа добивает. Так, мимо проходит Зифрик. Трассит мана Сайленс. Сайленсом не попадает ни в кого. Ультимейт маны просто нет. Снайпер стоит и стреляет в людей. Минус коврад. Ну и в Виндете здесь бегает Никос. Но Никос никого здесь не находит. 5-1 счет. То есть, с одной стороны, Снайпер стоял на миде. Как-то он ферстбат отдал. Но с тех пор пока что комплекс не работает вообще абсолютно ничего. Снайпер, конечно, не дофармил немного. Но 2-1-3 у него счет. 32 крипа имеет. То есть, постепенно хоть что-то да появляется. Но важно понимать, что там все это время фармить Разор. Разор уже окупился в Мидас. Бэтрайдер, кстати. Про Бэтрайдера давайте вспомним. Просит паузу. 1200 золота Бэтрайдера. То есть, Блинк будет, ну, в районе минут 15 где-то появится Блинк. Не самый быстрый, но как раз к тому времени. И у Апера что-то появится. То есть, можно будет попробовать. Уже полноценные прям-таки фармен-тимфайты. С инициацией от Бэтрайдера. И как следует все надо будет делать. Скоррад снизу тоже получается ультимейт. То есть, где-то буквально 3-4 минуты. 3-4-5. И можно будет уже тимфайл потенциал в своей комплекте использовать. У них мидгеймовый драфт. Вот, соответственно, у них все герои будут уже доступны для них. Готовиться надо к этому времени. И Хак сейчас надо как можно быстрее отфармить Никса. Про Блинк на Никсе я говорил. Посмотрим, будет ли прям-таки Блинк у нее ранний. Посмотрим, будет ли доделать ботинок Леона. Леона тоже, в принципе, можно будет копить на ранний прям-таки Блинк. Но Леона пока что хотелось бы накопить себе на ультимейт опыта вместо золота. Ботинок доделал. Транкл Бут все-таки хочет. Хочет дотягиваться контролем своим. Шейкер. Тоже Транкл Бут. Ну, а снайпер пошел фармить свои стаки. Второй ТКМ, то есть видно, что крипы до него просто не дотягиваются. Ложает шапнель и расчищает. Некоторое время это, конечно, займет, но шапнель помогает. Поэтому достаточно серьезно. Ну, как смайк, так и джанглит. Вражеские леса. Вард поставил, видел, что ходит Евар, ходит Леон здесь. Ну и сразу улетел. Ладно, давайте смотреть, как здесь дела. Тысяча. В комплексе преимущество по нетуорусам. Несмотря на счет 5-1, кстати, стоит отметить. И у них же тысячи по опыту. То есть джангличий Блотсикер, жадность драфта окупается просто за счет того, что у них есть лесник. Помидос с каждой из сторон. Так, МГИ. На эксмайка. Помогает фиссурой. Вот и рапчер дает зифрик. Ну и джанглит просто улетает. Я так понимаю, здесь большая часть игры будет про то, что кто-то от кого-то улетает. Кстати, снайпер приходит и просто убивает бетрайдера. Них себя потеряли, но снайпер с даблдемджем идет просто расстрелить людей. Леон. Леон напоследок дает фингер. И убивает кинов. Пейнт Рейх потеряли в комплексе. Потеряли только нихся в итоге. И как? Приходит вайпер, хочет убить Леон. Леон спрятался, отлично заджукал. Проблема теперь инфинити. Ему надо улететь. Улетает инфинити и минус еще и вайпер. Игра просто схлопывается для комплексе сейчас. Покажут нам файт рекап. Вот он файт рекап. Три сто сняли по опыту. Леон все это пережил. Леон все это наполучал опыта настолько, что он успел, похоже, еще прямо в тимфайте вкачать в ультимейт. Смотрели на него недавно. У него был только четвертый левел. Ну и... Должны быть очень довольны таким поворотом событий. Даже я в арпу участвовал. Он пришел напоследок там. Помог. Убил Квин оф Пейн. Вайпер обратно возвращается на топ. Надо фармить свою Мекку. Шесть сотен теперь есть у Никса. Никс погибал сам первым. На Никсе вообще ничего не осел из того, что они делали. Раду, что СБТ Райдера там опыт ассист был. Ну и снайпер выжил. У снайпера есть Морбит Маск. Скоро появится у него Масков Мэднес. Будет чуть активнее перемещаться. Дабл Дэмш он подвернулся очень под руку. Очень неплохо. Фармить дальше Экс Майк. 1800 все еще есть. Отбирает у него невидимство разор. Ну и Никс готов дальше искать людей. Ходит, находит Зифрика. Ну и сразу же убивают они. То есть так можно повторять каждый раз. Кого находит Никс, просто снайпер помогает Синейт. Если Синейт плюс Виндетта, сразу же гарантирован минус на этом этапе игры. Квин получает хедшот, получает фиссуру. Кстати, можно прямо пообрабатываться, но нет. Допрыгать уже никто не хочет. То есть пока нет бэтрайдера, комплексы могут... Единственное, что они могут делать сейчас, это отбиваться. У них, конечно, есть ультимейт на Скайвер от магии. Есть Квин оф Пейн, который может кого-то простануть. Вдвоем они могут убить сейчас любого. Эту любого надо еще найти. Вот, кстати, вот Шейкер видит лимб. Но не самая лучшая цель. На базу уходит Явар. По Меке он немножко отстает все-таки от Вайпера. По таймику Меке. Вайпер свой рецепт должен сейчас уже вносить. Как бы поймать его сейчас, но Вайпер уже просто убегает. Увидел он снайпер. Увидел, что снайпер прям торопится, идет вперед. Крипам не дает пройти... Не дает вижн. На Леона. Ну и значит, что что-то не так. Ну так по графикам выглядит. То есть просто в ноль вернулись. Комплексити. По Нетворсу. Опять, собственно, и как преимущество по опыту. То есть по опыту все не так здорово. Блинк у Бэтрайдера. Сейчас ситуация может в корне поменяться. Блинк Мека. Видно, что закупаются слоты прям-таки. И сейчас должны Комплексити выходить на войну. Девятл Бладсикер. Пассивка на максимум. Несет себе Мека и Явар. Джей находит Дифрикш. Не наступил на Сайленс. Так. Снайпер только ультимейт зарядить. Снайпер заряжает ультимейт. И обратно его складывать. Потому что Дифрик за рейндж ультимейта вышел. Вот это у снайпера проблема на самом деле. Что пока он ченнелит. Если выйти за радиус действия. Хотя, кстати, по поводу этого не уверен. Так. Бэтрайдер хватает снайперу. Снайпер неприятности. Падал в него Квин оф Пейн. Пока что живет Мфинс. Но ультимейт Бладсикер и Бочкат. Бэтрайдера. Снайпер убивает. Явар пытается один против всех воевать. Мека уже прожимал. Телепорта нет. Поэтому просто погибает. Ну, последок чуть не убил он Зифрика. Но не убил. Ну, MJ просто улетает. У него, похоже... Вся игра про это будет. Что он каждый раз с телепортом. Каждый раз улетает. Бэтрайдер лассо потратил. Потратил флэмбрейк. Просто нечем забивать. Он, собственно, разор прожалел, наверное. Что без телепорта он вышел. Здесь все-таки такой лайнап, что... Бэтрайдер единственный, кто помешает. Неудачный выход. Пожарничали. Хотели напасть на... Блассикера. В ответ напоролись на... Тайминг блинка от Бэтрайдера. Перепугались. Начали метаться. И в итоге... Потеряли не только снайпера, но еще и разора. Немножко увлеклись. И хак сейчас. Ну, видно, что от плана своих отказываться не собираются. Отправляются убивать. Кого-то в вражеских лесах. АМЖИ по холдауну готовы бегать. Так. Нас виндул мянулся. Вот того Мекку не стоит забывать. И стану его просто не выводить. Мекку ни малейшего шанса не было нажать. И просто убили. Пошел Ивар, помог. Ну и фингер потратили. Ответ на Смог, а Аксмайк должен пытаться убивать снайпера сейчас. Постоянно убивать снайпера. Это... Надежда и хак на то, что будет у них все замечательно. Снайпер, кстати, невидимость находит. А его Смог не находит вообще, потому что варда здесь нет. Варда Дайверфа на миде. Поэтому Смоганкер находит место этого Леона. Точнее, даже Леон находит Аксмайка. Получается, там различный Аксмайк. Снайпер там уже ченнелься в ультимейт. Урну, Шрапнель, Минс Аксмайк. Рядом ходил с Дефриктом, кого-то он дал ультимейт, но кто-то улетел. Я так понимаю, это был... Нет, не Леон. Не важно. И важно понимать, что пытаются фокусироваться на снайпера. Пытались на снайпера выходить сейчас. Бэтрайды потеряли, ганг был неудачный от комплекции. Но в то же время важно понимать, что снайпера, возможно, не самый лучший таргет. Он приятный в том плане, что убивать его легко. Но убивать сейчас надо вовсе не снайпера Аэрозора, который тайком там отфармливается. И скоро он будет очень большой проблемой. Его не стоит недооценивать. На первом месте я вар. Видно, что уже летят кусочки аганима, появляется у него поинт-бустер. Довольно плотный. Понятно, что вайпер по такой же схеме работает, что вайпер вроде фармится, потихоньку там плюется, там ядом во всех подряд. Потом неожиданно может появиться тоже с аганимом, тоже с блэк-ким баром. Но Аэрозор все-таки поопаснее в этом плане. Про его потенциал не стоит забывать. Обратно в лесбитрайдер. Захармливает все. Аксмайк всегда очень активно вражескими лесами пользуется. Сколько я не смотрел, он всегда и от пулы делал. Здесь можно было еще и крипов запулить вместе с нейтралами. Ну и видно, что сейчас, несмотря на то, что вроде бы в лесу у него не было никакого места на лейне угоняли, тем не менее, все-таки блинк появился не очень рано. Освободил ему лес. Немножко блаттикер. И вражеский лес он убил. Сколько здесь? Раза четыре я его здесь точно видел. Так, на Леона. Будет ли контрганг? Большой вопрос. Нет, не будет, потому что здесь пятеро, а Леон один. Пытался он задонать вышку, но после этого героически, но погибает. Приводит до снайпера. Далее информация, что Ласо потрашен, поэтому снайпер на карте боится. Он, конечно, Квин оф Пейн, боится бурстов. Но, как минимум, никто не будет на нее налетать, нападать неожиданно. Блинк у Шейкера. Вот он, первый блинк. Неожиданно у Никса... Не у Никса, у Эр Шейкера. Эр Шейкер. Хоть по Нетворсу и отстает, но тем не менее. Он, кстати, не отстает у Никса, вообще последний Нетворс. Ты не посмотрел. Никс постоянно занимается тем, что просто ищет людей. Ищет людей, находит людей, людей станет... На людей нажимает кнопки, люди погибают. Сам без фарма, но ничего. Явар получил ультимейт 2 Сейкера. Стоит, добивает просто Тауэр. А снайпер здесь развлекается. Убивает Эксмайк. Так, Кин оф Пейнт на Ивара. Мег в ответ. Сайленс, правда. Вайпер приходит, вайпер плевется в Ивара. Лучает фингер. Подстанет бы. Если бы пострадал за убийство развора. Минус 4. Блотсикер единственный, выжил, убежал. Есть его блотсикер, кстати. Ну, видно, что инфинец уже готов Т2 ломать. 8 киллов у снайпера. Т2 пока что явно ломать. Руновато. То есть пострелять пострелял. Но сейчас придется уже убегать сюда инфинци. Они их с огромной работой проделали. То есть на оффлэне он постоял. С оффлэненом он забежал очень рано. На меде он помогал снайперу. Снайпера прямо-таки спасал там, посижил. Даже в кустах сидел, выполнял ролик, который должен был выполнять этот шейкер. И шейкер за это жадничал. Шейкер собрал себе ранний блинк. Ну и в принципе... Никсу-то блинк не так-то и обязательно. Он пока что с виндет выполняется. Никсу отомстили за всю боль. Шейкер дал фиссур, но это уже было поздновато. Убили Никса, но у него все равно нетворца нет абсолютно никакого. То есть немножко с этого сняли. Конечно, 4 сотни сняли. Блинк у них сейчас тоже появится позже, но вот... Вышку не факт, что получится забрать после этого. Не хотят свой Таур-Дефти хак, судя по всему. Какой-то там лассове потрачено, можно было попробовать пойти, но пока что хотят пожадничать. Почему хотят попробовать разменяться на топ? Собственно, бежит снайпер туда уже. А Шейкер пытался всех сдержать, но уже надо отходить. И да, действительно, происходит размен. Рядом Разор был на случай, что что-то пойдет не так, но и Разор скоро будет и уже его гоним. Так, Шейкер. Видит Сыну Меланса. Вайпер вообще в городном одиночестве, то есть он здесь остался как-то пожадничал. Команда схватилась, мол, эй, подождите, мы же там Вайпер забыли. Но Вайпер уже не осталось живых. Дагон первым слотом покупает Скаверд Мак. Немного неожиданное решение, но если это позволит быстрее обивать Разору, то почему бы и нет. Важно понимать, что ему может давать Блад Рейдж, Блад Сикер. И тогда Скаверд Мак будет просто машиной уничтожения. То есть на кого он нажал ультимейт, на кого он нажал все остальные кнопки, чтобы погибать. Но пока что погибает сам Блад Сикер. Пришел ли он, сказал, что догон нет, есть Фингер. Получите, распишите. Леониду Блинка здесь буквально кэмп зачистит. Кэмп 2, можно даже крипов, простите, я вару здесь, мол, дай мне сатиры, я потом тебе верну. Но торопиться пока что не стоит. То есть килл сделали, Фингер все равно пока нет. А, блин, сейчас будет. Манта с тобой есть уже у снайпера. Форстав хочет себе сделать МГВ, вот как он решил свою проблему. То есть Блинка не будет, будет Форстав, но в принципе и неплохо. Он обычно наоборот с Вендетты бегает. То есть прямо-таки прыгать ему не надо, прыгать есть кому. Ему больше задача, чтобы после Вендетты он смог убраться обратно, убежать. Так, а вот схватили, схватили снайперы, приносят, а здесь как раз все сидят. Но только проблема в том, что наступили все на Сайленс. Блотикеры на этот раз улететь не получилось. Просчитались. Йоуну сбивает телепорт, блотикер. Трапистоферик собирал свой ранний Йоу. Проблемы с телепортами он очень быстро идентифицировал, когда понял, что есть Никс постоянно улетает от всех. Йоуу помогает. Так, МГВ. На лимпы. Успеет любить Сиразору. Упрыгивает. Форстаф в Моноберн, но Моноберн в кулдауне. Он на один поинт всего. Кулдаун очень долгий. Довольно серьезно сейчас, кстати, оступились и хак. То есть потери снайпера, при том, что снайпер не погибал достаточно давно. Давайте посмотрим, был ли там стрик. Киллинг спрей снял Бэтрайдер. Бэтрайдер сейчас должен быть уже Форстаф. Да, Форстаф он себе купил сразу же. Помимо этого, есть теперь еще и гем. То есть сейчас все варды Рейдентов будут защищаться. И что самое неприятное, Никса теперь всегда будет видеть. То есть сейчас остальные выходы все должны совершаться, только целиком всей командой. Поэтому сейчас приходится фармить свои плейн-карты. Команде хак. Если до этого были поползновения здесь, вот в эту сторону. Ой, какие нарисованные здорово. То теперь уже стоит аккуратнее. Аганимый разор, но параллельно аганимый вайпера. Так, кто-то находит. Аксмэк, но тот невидимый. Забирает конкастер. Замечательный шлэм и рядом еще и Никс. Минус два моментально. Зифрика находит здесь, Евар. Зифрика тоже готов убивать. Телепорт сбили. Добить не проблема. Минус три. Можно гнать в принципе остальных, но остались здесь Квин оф Пейнт с Бэтрайдером. Бэтрайдер хоть невидимо перестал быть, но гем из него выбить хотелось бы, конечно. Не нашли его. Далеко уже убежал. Ультимейт Тиавар надо ломать Т2. Пришло время. Вышку танкует. Там бэкдор протекшн пока что, но... Все работает вроде бы. Ультимейт уже заканчивается постепенно, но вышка упадет. Ну неплохо. Плайн Блэк Кимбар накопил себе уже АВАР. В следующий раз он приедет еще и Блэк Кимбар, и можно будет чуть ли не на хайграунд набегать уже. Признаться, я думаю, гораздо менее агрессивно у нас будет дота, но видно, что готовы набегать, притом агрессивные такие пики. В том плане, что Никс каждый раз кого не находит, он убивает. Бэтрайдер кого не находит, он убивает. И все с радостью вписываются сразу же. То есть как только идет драк, сразу же один из всех, все из одного. О, все бегут, все помогают, очень здорово все выглядит. Никс плюс снайпер работает. Теперь еще и Леон, помогая из блинка влетит, даст палец. Шейкер замечательный слэм дал. Это позволило вообще здесь всех переубивать. Ну и комплекции надо подсобраться, потому что пока что их в этом плане как-то переиграли на данный момент. 22-10 счет. Укомплектованы бэтрайдеры, вот как только начинают стимфайты, там сразу же все из блинков и у всех контроля имеются. Теперь жизнь просто никто не может, нужен блэкинбар на вайперы. То есть надо дальше фармить. Блэйдмейл есть у Зефрика. Очень неприятный слот. Блэйдмейл его ударишь, снайпер просто сам себе лицо отстрелит, если попробует. На Рошан выход? По-моему, все-таки на Розору. Рошан-то убить не убит, а вот Розору вполне могут попробовать, а только проблема в том, что здесь идут все остальные. Там Никс идет в Виндетте. Так, загорец витрайд, на Леона. Бутлифсюра, влетает Шейкер. Получается сразу же Сален, то есть слэм не будет. Ну и минус 2. И третью можно убивать. Соникой их потратили. Сунулся снайпер, как бы сейчас еще и снайпер не поймали, но нет. Виндетте все понял. Команда просто не осталась, пора бежать. Бежать в идеале на топ надо. На миде тоже опасно. На топе очень много крипов. Нет, вернулся обратный мид. Понимаешь, что Рошана они напустили сейчас и хак. Но ничего не поделать. Разминулись с вражеским смоуганком. То есть, если бы вот здесь ловили наоборот Рейдин, то было бы все по-другому. А так они сами попались на этом пространстве. То есть, видно было все прекрасно вардом. И поэтому Саленцы задалека на Шейкере нажали. Он влетал, он думал сейчас, да, божественный слэм, будет все здорово. Но слэм не получилось. Он влетел и сразу же НШ-цил прокнул. Это Аэкс для вайпера. Единственный утишень для хак. Погибли не самые критичные персонажи. Видно, что Линкен Сферу здесь доделает ТВР. Не стал он делать Блэкин Бар пока что. Сделал себе Линкен. Немножко уплотнился, тем не менее. Сейчас, как я говорил, такие вот айтемы, которые дают много статов, они все-таки приоритетнее, как-то приоритетнее Блэкин Баров порой. То есть, это Скади, это Линкен. Иногда Монта Стайл какие-то. В частности, взять тоже Эмбер, который раньше у нас, допустим, на том же третьем Тернашке любили покупать Блэкин Бары, как только понимали, что надо. Сейчас Эмбер в основном Монта Стайл покупают, если надо с Альниси снимать. То есть, надо просто пережить Берст, ну а дальше там уже потом можно будет разобраться. Линкен забивать есть чем. Много спиллов забивает Линкен, то есть здесь и кнопочки появляются постепенно. Если с телепортами все проблемно, то с Линкен такой проблем не будет. То есть, это РКМ болты и Дагона, различные Форстафы и Юлы. Коин оф Пейнс со своими даггерами. Четыре секунды кулдаун, между прочим. Так, а здесь, кстати, поисковая операция находит Никса. Никс не дед, но... Там гем. Чтобы делать шейкер, шейкер фиссуру дает и улетает. Вот она Линка. Линку можно и снайперу давать, это тоже приятно. Ну, снайпер пока продолжает фарм. Снайпер Сказик как раз хочет покупать. Вот как раз то, что я говорил. Только что сказал, только про это. О нем вот оставил, и еще шарики появляются. То есть, Ultimate Orb, еще Ultimate Orb. И потом оказывается, что снайпер вроде бы с маска в минус, а вроде бы у него 10 тысяч хп. Ладно, не 10 тысяч. С хп у него все будет нормально. Снайпером очень часто у оппонентов может произойти мисконцепция, что снайпер вроде герой, который... на две кнопки нажать. А потом неожиданно у него впрыгнуть, что он у него хп столько, что он стоит с тебя стрелять-стрелять, а ты его убить не можешь никак. Double damage, кстати, лежит, но... Аэрозор не стал рисковать выходить. Вот так все выглядит. Вейхак было преимущества достаточно много. Оступились они преимущества потеряли, потеряли своих героев. Видно, что панаторсы вернулись обратно. Комплексит имеет в районе 1000 преимущества панаторсы. Ну и, кстати, по опыту примерно так же. 2000 по опыту комплексит. Теперь было 4000 вейхак. Я забираю дефрик double damage. Ну и полный ресет себе по своим плейным картам. Эггис пока что есть у вайпера. Можно попробовать потратить его и куда-то слетать. Но вайпер пока что хочет сначала блэкин бар себе сделать и потом уже только... куда-то убегать. Так, смог. Нет, смогу нет. Потоптались. На миде Т1 еще стоит, притом целый Тауэр. Надо попробовать подраться. Приходит комплексит. Большой вопрос, стоит ли принимать вообще эту драку сейчас? Не хак. Т1 должна была упасть достаточно давно. Снайпер, кстати, доделал себе уже с Кадзи. Снайпер достаточно богатый. Обгоняет товарища с Мидасом, притом. Но товарищ с Мидасом погибал достаточно много. 5 смертей вайпера. Есть партизанская вылазка в топ, то есть там Мид ломают. Но Т2, в принципе, могут даже пойти попробовать сейчас в комплексе Т2. Можно им попробовать даже отдать. Но учитывая, что Разору гоним, можно заставить всех не только вернуться назад, но и даже Т2 забрать. Здесь задача убить профставор, как можно быстрее. Только-только начинает клопать здесь Т2. Ну а Разор уже свою работу идет уже дальше. То есть надо уже возвращаться, гарантированно. Так, Леонс, по-моему, чуть не попался. У него форстав пока нет. Разор уже Т3. И постепенно продамаживаются. Сейчас сюда... Нет, снайпер там не покажется. Снайпер на базе у себя дефается. Притом дефается относительно успешно. Бэтрайдера разменяли пока что на Шейкера. Дальше стреляет по лимпу. Будет ли ультимейт? Там была кимбар, тем не менее. Так. Вбегает дифрик. Снайпер остается только стоять. Ну и снайпер стоит, просто ждет терпеливо, когда все это закончится. Ультимейт вайпера. Там Айгис. Про это не стоит забывать, поэтому вайпер целиком комиссии не стоит. Явар, кстати, он как стоял, так и стоит до сих пор. И эта ситуация не меняется. То есть он сломал один барак. Сломал Т3. Жмет себе меху и готов убивать людей дальше. К нему приходят люди, он их убивает. И ломает дальше барак. Ультимейт уже откатился. Вот это вышли в комплексе в мид сломать Т1. Неожиданно отказались без стороны. Квин оф Пейн. Вынужден кричать просто на крипов. Явар подумал, ну кончились люди строения. Пойду. Четырех потеряли в итоге. Четырех после Айгиса. И сторону. Вот так сходили. Семь тысяч экспириенса, две тысячи золота. Ну и соответственно потеряна сторона. То есть сейчас и как, если до этого были сомнения, что может быть сейчас как-то комплекс, навяжите Тимфайт, все будет здорово. Подерутся там, сломают. Тимфайт пытались навязывать, вышку сломали без драки. Это было замечательно. Но Т2 им затеяли размен. Не стали они меняться, отдали свой Т2. В обмен на вражеский Т2, но неожиданно выяснилось, что Разор просто идет и идет. Идет в конце, это мне это края. Вайпер Блинк покупает теперь. Хочет цеплять им просто снайпера. Вот что он фармил. Ну, фармил он скорее всего все-таки Блэкин Бар, но сейчас просто вариантов у него похоже нет. Он решает, что надо идти all-in. Пять тысячу Разора. Вот так матч. МГ просто улетает от Queen of Pain. Йоу. Спивай, зефрик. Никша обитебили, вот только Разор продолжается победоносное шествие. Он как-то просто ходит и защищает все, что на карте имеется. Падает последний внешний Тауэр. Снайпер ультимейт на Блотикера. Он стоит и ждет. Рядом Леон, рядом Шейкер. Побежит кто дальше, кто пострадает. Queen of Pain уже без Блэкин Бара, поэтому разошлись. Queen of Pain уже на базе даже давно. У снайпера 2500. У Разора вообще 20 тысяч на Торса. То есть можно, в принципе, сейчас выходить. И даже на хайграунд можно сбегать, в принципе. Ничего не останавливает. Queen of Pain без Блэкин Бара. Пока кулдаун, можно даже зайти, попробовать поломать. Не хватает Никса, правда. То есть без всей команды, пожалуй, не лучшая идея. Немного пофармили вражеский лес. Разор купил себе рефрешер. Вот с этим слотом можно уже и на хайграунд. БКБ он так и не стал делать. Да здесь, в принципе, уже и не особо требуется. Ну вот они, графики. Отвестный взлет обратный и хак обратно вернуть в игру. Да так вернулись, что теперь уже в комплексе рискуют эту игру проиграть сейчас. 6000 и хак по одному графику. Здесь 5000, то есть вроде бы преимущества не так и много, но потери стороны и отфармный аэрозор. Это проблема. Так, приходит Никс. И минус лимп. Байбэк есть у лимпа, то есть если что, он сейчас выкопится, вернется обратно. Пускай врат. Успел дать себе его. Следил с дебафом. Успел даже ультимейт нажать. Но все равно погибает, выкупает с Куин оф Пейн. Влетает на X-Maiq, Блэкин Бар сожмет. Куин оф Пейн тоже Блэкин Бар. Все в Блэкин Бар. Рефрешер от Явар. Куин оф Пейн просто стерлась об ультимейте Разора. Обдуваю его ультимейты. Рядом вайпер. Снайпер должен стрелять. Снайпер должен прогонять вайпер сейчас. Зифрик бегает в Блэкин Бар и Блэд Мэля. Ну и снайпер. С своими людьми просто уничтожает Синдумеланс. Явар все еще живет. Подлечить бы его как-нибудь болезненно. Урна есть. Минус три. Другое дело, что не сломали ничего. То есть как-то сбоку зашли. Хотели вроде бы поломать сторону. Вместо этого поломалось все остальное. Это так. Блэкин Кирвилл Явара. Ну и на своей жадности попался. Похоже на этом игра у нас будет подходить. Идите к своему завершению сейчас. Нашли я. Эксмайка и сбивают. Живые остались. Живых. Сковорот Мак. Вот он только респаунс. Тоже пошел. Конкассе Джонни. Но Минкасс. Кстати убил Леона. Там правда уже все до ламы. То есть вторая сторона падает. Попадет сейчас скорее всего и третий. 20 секунд. 25. До вайпера. До Квин оф Хейн. Но я не думаю, что они что-то смогут сделать. Я вооружен. А пол ХП его залили там достаточно серьезно. Мег в себе поражал. Ну и в принципе и вниз можно перемститься если хочется. Но видно, что не хочется. То есть пока что разошлись. Комплексы пока не сдаются. Пока. Не теряют надежду. Еще на драфте было понятно, что мидгеймовый драфт. В мидгейме они... Видно, что драссы дрались. То есть вот эти вот 4000. Если бы вот так вот был... График был бы убедительный. Но график так не стал. Комплексы недооценили. И хак. А и хак уже на базе. Там Шейкер словно на базе убивает просто людей. Гем, кстати, потерял. Хватник сворует гем. Получает юл. Улетит ли? Нет, не улетает. Ну, увлеклись немножко на базе убивать. Прям-таки. Сковорот магл убил Шейкер. Бутерфляю снайпера. Снайпера сейчас убивать. Разве что все кнопки вообще одновременно на нее нажимать. При том, что до него еще надо дотянуться. Он стоит за километр обычно. Впереди всегда должен выходить Явар. И Явар на себя должен огонь перенимать. Как, собственно, и было в прошлый раз. Рошан живой. Идет Леон, стоит в арте. А там неожиданно бутрайдер. Сбили Блинк. Но дальше ничего делать с ним не хотят. Эксмайк понял, что что-то неладно здесь. Ладно, летает Леон и просто убивает его. Гем достает Явару. О, Явара. Рьюзал. Не самый удобный для нашего языка. Ну и Рошан раз здесь так оказались очень удачно. То есть Эксмайк висел-висел. Фарфлай у него не было. То есть сидел и думал, что делать дальше. В итоге его просто нашли и вард поставили. Леон царь горы, а Рошан добили. Снайпер с Эксмайк. Снайпер теперь не боится вообще ничего. Леон заливает маны обратно. Скоро будет у него следующий фингер. И скоро ему будет... Можно еще кого-то убить. Ну и Сердцевого Разора. Для полной картины. Искликнул свой телепорт. Не думаю, что это проблема. Несет себе сердце. Пока это происходит, здесь убивает... Диффрика. То есть со всех сторон, куда они пойдут в комплексе, их всюду убивают. То есть игра просто разваливается на ровном месте. Сходили в мид. И все, игра закончилась. Линкен подкладывает Явар под Вайперстрайк. Кулдаун короткий. 80 секунд кулдауна. Так. Рефрешер. Влетел битрайдер. Понял, что все очень плохо. И Свиндл просто об ультимейте Явара уничтожается. Снайпер помогает. Гуд геймл плейд. Говорят комплексности. Здесь крутится, катается Никс. Катался два раза. Форстав получился под ультимейт на Блоттикер и погибает. Ну что же, геймл плейд. Снайпер ультра килл делает напоследок. Довольно интересный был матч. Признаться. Озадачен я немножко драфтом команды дайров. Озадачен было еще во время процесса этого драфта. Добрали на Блоттикер. Я думал, Блоттикер это немножко подправит. Но нет. Разор просто фармил, фармил, фармил. Снайпера пытались убивать в ранней игре. Убил его только Queen of Pain. Жил он потом очень долго. У него там счет был 8-1 достаточно долгое время. Успел набить себе стрик. Разогнал снайпера достаточно серьезно. 16 килов того сделал. Ну и посмотрим, что у нас будет дальше. У нас Best of 2, напомним. Перерыв и продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.